Россия может угрожать ипотечный кризис. Такое мнение высказывают многие эксперты и передают Лента.ру. Свои опасения не объясняют тем, что в нашей стране остается все меньше граждан, которые еще не обзавелись собственным жильем и имеют на это деньги. Подробности у Романа Быкова. Свои опасения по поводу перспектив ипотечного рынка в России эксперты объясняют сокращением доходов населения из-за кризиса, вызванного коронавирусом. И еще одним фактором является то, что зарплаты и без того в последние годы фактически не росли. А большинство тех, кто имели возможность купить жилье в ипотеку, это уже сделали. Поэтому платежеспособный спрос должен снижаться. Директор агентства недвижимости Ольга Михайлова с этим не согласна. Она наоборот прогнозирует эффект отложенного спроса. В период пандемии был, в который люди не могли еще сомневались в период работы взять ипотеку или не взять, то сейчас ситуация стабилизировалась и люди наоборот спрашивают, есть спрос и платежеспособные. Порядком, наверное, процентов на 30-40 это точно подросло в обращении. Кроме того, не стоит забывать о намерении президента Владимира Путина продлить льготную ипотеку. Она предусматривает выдачу кредитов под 6,5% годовых. Правда и тут не все однозначно. Цены на жилье, в том числе и вторичное, за последнее время сильно подросли. В этой связи федеральные власти должны предпринять дополнительные шаги, чтобы не допустить обвала рынка жилья, считает экономист Галина Лопушинская. Погашение части ипотечного кредита ранее взятого, многодетных семей. Помощь молодым семьям, которые готовы отработать в бюджетной сфере достаточно долго. Правда, последние тоже внесли свою лепту в сокращение числа граждан, которые могли бы купить жилье на банковский заим. Ведь удорожание квартир произошло в том числе и на волне мер правительства по повышению доступности ипотеки. Раз ее будет проще получить, значит можно задрать и цены, рассудили многие девелоперы.